Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня, как и обещал, у нас есть хорошая возможность, чтобы подвести итоги важнейшего для рынка мега-ресурсов события заседание ОПЕК, которое состоялось вчера. И, к сожалению, уже постфактум этого события мы получили ту динамику на рынке мега-ресурсов, на которую не рассчитывали и которую, видите, совершенно не хотели. Учитывая то, что рост нефти в рамках утиражной торговой сессии превысил 10%, я думаю, что мы можем сказать, что 2016 год замыкается, собственно, так же, как и был начат, с рыночных форс-мажоров. У нас было множество событий, которые в рамках всего года недооценились в плане реализации, собственно, самых негативных сценариев. И в итоге те сценарии, вероятность которых была крайне низка в плане исполнения, притворяются в жизнь. Все началось с Брекзита, потом Трамп, вот, пожалуйста, заседание ОПЕК. Я думаю, что если раскручивать вот эту вот спираль инсайда, влияющего на рынок, мы можем смело говорить о том, что итальянский референдум, который состоится в это воскресенье, тоже рискует преподнести какой-то номер. Рынок считает то, что события важные, к примеру, да, то, что может стать источником платильности, но не допуская тот факт, что итальянский референдум может спровоцировать безумную гонку, кстати, вот, по факту провокации и роста политической нестабильности отставки правительства. И если 2016 год хочет, собственно, завершить и декабрь в таком же ключе, через повышенную влатильность и реализацию нереализуемых, в принципе, сценариев, может быть, мы что-то интересное увидим и в понедельник, как с открытием. Вернемся все-таки к заседанию ОПЕК и фактическому решению. Несмотря на все предпосылки, отсутствие надежды на то, что можно ставить на положительный исход в Венской встрече, мы уже знаем то, что ОПЕК все-таки нашел общий язык, и страны договорились по ограничению добычи, в целях стабилизировать ситуацию и повлиять на будущие показатели спроса и предложения. Чтобы, скажем, не мутить воду, в целом давайте тезисно разберем то, что услышали. Ограничение производства действительно будет. Это те фразы, которые были озвучены ОПЕК. С текущих объемов, которые мы уже с вами определили чуть ли не на уровне 34 миллиона баррелей в сутки, ожидается то, что сокращение производства будет составить больше миллиона баррелей. То есть нужно снизить добычу до 32,5 миллионов и держаться в этом ключе. Условия сделки договоренностей начнут исполняться, связаться с 1 января 2017 года. Очень важный вопрос предполагает разбор детальных полетов по квотированию отдельных регионов ОПЕК. В частности, по Ираку картина не ясна. Вроде бы как железобетонное осуждение от Ирака по фиксированию конкретных уровней добычи мы не услышали. Иран как бы навязали в позицию то, что нужно. Вы производите нефть, но держите вот эту общую планку показателей выработки ниже 3,79 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия как инициатор вроде бы идеи того, что нужно сокращать, как регион, который отличается одним из основных объемов добычи, взял на себя приличную долю, признаем, примерно полмиллиона баррелей в сутки. И, соответственно, обязуется сократить добычу с 1 января 2017 года с 10,5 до 10. Что касается других регионов, пока четко сказать нельзя, кто и на сколько будет сокращать производство. Есть также новости о том, что инициативу, которая предполагает ограничение добычи, поддержали и страны, которые не вхожего объединения ОПЕК, в частности Россия. Россия сократит производство на 300 тысяч баррелей в сутки. В каком формате? Будет ли это снижение с текущих объемов по 11,2, соответственно, до 10,9? Либо Россия просто заморозит дальнейшие инвестиционные проекты и не будет увеличивать добычу? Пока комментариев по этому поводу также не поступило. Если посмотрите на текущие котировки, то вы их сами прекрасно могли заметить, как рынок бурно, оптимистично отреагировал на такие договоренности и взбахнул сразу больше, чем на 7%. Закрытие торговой сессии, вчерашней торговой сессии по бренду, так и WTI превысило в плане роста 9%. Сегодня мы видим, как восходящая динамика сохраняется. К лосса вчерашнего дня 51,40, сейчас актив торговется уже на уровне 52,40. И поскольку позитив на рынке все еще присутствует, то есть рынок продолжает резонировать от тех событий и тех договоренностей, которые достигнуты, я думаю, что восходящее движение продолжится и дальше. Честно говоря, вы знаете то, что я отношусь к традиционным продавцам билдородов, потому что каждый раз, когда мы с вами пытаемся спрагнозировать долгосрочные перспективы, мы находили основания в факте катастрофического, крайнего переизбытка и перенасыщения. И с этим сейчас поспорить тоже невозможно. Я допускаю тот факт, что сделка может быть и есть. Формально, неформально, неважно. То есть это только пока что слова, никаких фактических действий еще не последовало, но вот, к сожалению, для того, чтобы оценить, насколько эффективны будут эти договоренности, нам придется подождать. И подождать немало времени, не меньше полугода. И только после этого мы обратим свое внимание к фактическим цифрам добычи со стороны основополагающих регионов ОПЕК, сопоставим с теми договоренностями и условиями сделки, которые были определены в ходе вчерашней торговой сессии, и сделаем вывод, действительно ли ОПЕК готов отвечать за свои слова, действительно ли нам стоит настраиваться на основу негативного долгосрочного тренда, который может, собственно, завершиться формированием нового импульса роста, который сохранится в течение нескольких лет. Пока что у нас нет такой возможности. Мы можем руководиться только словами, обещаниями того, что эти условия будут соблюдаться. Но когда мы анализировали перспективы нефти, мы заходили сразу сбоку по тому событию, которое случилось вчера, и допустили то, что если в каком-то формате сделка будет, она не падает, что станет эффективной, и не падает, что эта сделка будет соблюдаться. Я также напоминаю еще и прогноз ФИЧ, который буквально за два дня до заседания ОПЕК также допустил то, что стороны могут договориться, но отметил то, что в целом потенциальная договоренность не решает той проблемой, которая сложилась. Это значительные запасы, потенциальный рост добычи со стороны США, все это будет увеличивать предложение. В конечном счете станет причиной того, что в 2017 году прежние проблемы также сохранят свою актуальность. На текущий момент, вчера, когда бренд котировки нефти прорвались выше 50, у меня вот смелости хватило подержать позицию только до 51. Как только актив начался выше, собственно, я покинул эту сделку. Возможно, кто-то из вас продолжает находиться в короткой позиции. Я поддерживаю, на самом деле, такой подход, поскольку считаю то, что бренд еще выйдет в свои худшие времена, и возможно это случится в ближайшее время. Но пока, скажем так, фразой сериала, в пекло нефти, я считаю то, что можно будет вернуться к продажам после того, как, к примеру, этот актив закрепится ниже 50 долларов за баррель, и в идеале пробьет поддержку 47. После этого я снова буду рассматривать все возможности для трейдинга личного, буду вести, собственно, эту позицию для вас, снабжая информацией, и буду рекомендовать себя продавать только с этих значений. Пока что на свой страх и риск. Если считаете то, что позитив на рынке будет настолько значительным, что сможет завести бренд выше 53-55 долларов за баррель, может быть, даже поспособствует росту до 60, вы можете еще использовать потенциал этого восходящего движения. Но, на мой взгляд, этот потенциал серьезно ограничен, потому что мы сейчас имеем дело только со словами ОПЕК, который уже неоднократно доказывал всему рынку, что очень быстро забывает об условиях потенциальных разделок. Я напоминаю вам, что в рамках ОПЕК с 2012 года должна была соблюдаться квота по добыче в 30 миллионов баррель в сутки. Однако, вы помните, что последний месячный обзор показал то, что добыча составила уже 33, а, соответственно, точнее, 33,61 миллиона баррель в сутки, существенно выше квоты. Российская валюта против рубля 64,03. Хорошо то, что рубль, в принципе, ну да, укрепился по факту такого роста энергоисуса сегодня, допуская то, что мы сможем увидеть сохранение позитивного настроения в отношении курса российской валюты, но рубль неохотно, собственно, сейчас крепчает против основных конкурентов. Это хороший сигнал для нас, который указывает на то, что мы можем, в принципе, сейчас находиться на комфортных ценовых значениях и по-прежнему поглядывает даже в сторону потенциальной девальвации, поскольку если рубль не отреагировал с поставимым впечатлением на столь серьезный рост позиций черного золота, я допускаю то, что в случае коррекционной динамики энергии все-таки реакция может быть более выраженной и яркой в паре доллар-рубль и евро против российской валюты. Поэтому наши с вами цели сейчас, хоть и вынужденно корректируются, но все равно неизменно указывают на незавидимое будущее для российского валютного актива, хотя бы исходя из тех проблем, которые все еще актуальны для российского рынка. У нас есть внизу серьезный уровень поддержки, это 62, мы никак не могли оказаться ниже, даже тогда, когда рынок энергоресурсов создавал для этого все условия. Я считаю, что сейчас ничего не изменится, у нас есть сакральный уровень поддержки, своего рода уровень стоп-лосса, и есть представление и надежда на то, что пара сможет забраться выше 66. Оставляем мы эти цели актуальными. Доллар японская иена. Вот здесь, безусловно, настроение нам пара поправила, в частности, американец. Большое спасибо, поскольку доллар продолжает сохранять свои лидерские качества, доказывая всем конкурентам, что круче него сейчас валютного инструмента на рынке попросту нет. Котировки сейчас 113.99, но мы видели буквально несколько часов назад, как пара USD-иена практически добралась до поддержки 115. Как только это произошло, все стали снова говорить о том, что USD-иена продолжит свое восходящее движение. Никакой коррекции, даже несмотря на то, что многое указывает в пользу нее, но многое. Технические анализы в основном, по-прежнему указывают на то, что пара будет продолжать расти. И цели от инвестиционных банков уже едут со 115 на 118, 120 от Morgan Stanley. Я даже заметил ориентир на конец 2017 года, 120 на 5. Это круто, конечно же. Но посмотрите, насколько пара USD-иена выросла за последние недели. Я думаю, что такого понятия, как чрезмерное движение, у нее уже нет. Потому что больше 1000 пунктов, это явное доказательство того, что пара движим очень серьезным фундаментальным триггером и катализатором, которое мы все знаем. И катализатором является ожидание скорого повышения процентной ставки как следствие политики Трампа. Что касается локальной поддержки для доллара, что же стало причиной вот такого интереса к американцам? Ну, во-первых, это резонанс от очень сильных данных по ОВП. О них мы, в принципе, уже говорили. 3,2% годового выражения, серьезный перерос за счет роста потребительских расходов, за счет хороших показателей прибыли компании, за счет прекрасных индикаторов по состоянию рынка труда, рынка недвижимости, промышленности, сферы услуха. И вы помните, что вчера я делал акцент на то, что чуть ли не основной катализатор для таких сильных показателей по экономическому восстановлению это активизация потребительской активности, на которую приходится, собственно, 70% всего экономического роста. И вчера вот вышли данные по личным доходам и расходам, они подтвердили верность нашего с вами посылу, потому что личные доходы выросли на 0,6%. Это максимальное значение с апреля текущего года. И то, что личные доходы растут уже несколько месяцев подряд и находятся на таких высоких значениях, явно указывает на то, что завершать 2016 год мы, возможно, даже будем еще более крутыми показателями по экономическому восстановлению. 3,2% это та цифра, которая уже вывела американскую экономику в лидеры роста среди развитых стран. Но при сохранении таких индикаторов и такой активности в потребительском секторе, я думаю, что американская экономика сможет добраться даже до 3,4% и 3,5%. Почему бы и нет. Личные расходы также выросли на 0,3%. Еще один позитивный сигнал. Предварительные данные по количеству новых рабочих мест в несельско-хозяйственном секторе. Вчера по частной оценке ADP суперский отсчет плюс 216 тысяч против прошлого 119. И хороший настрой на пятничный non-farm-parals. То есть мы можем даже ожидать уже сильные цифры и делать ставку на то, что восходящее движение пары USD-йена продолжится. У нас с вами цель 115. Я понимаю, что сейчас уже нужно закладывать более высокие значения. Но мы на нефти потеряли довольно-таки много. Поэтому по USD-йене, если мы сейчас с вами доверемся до 115, наверное, можно будет фиксировать результат и отойти в сторонку, последить за тем, что будет происходить на рынках со стороны. Но не только статистика стала фактором серьезной поддержки собственно для роста доллара. Вчера у нас было выступление представителя ФРС Каплана, который отметил, что поддерживает идею повышения ставки в декабре и, собственно, на протяжении 2017 года. И особенно я хочу отметить комментарии Лоретты Мейстер. Это голосующая ФРС. Если вы помните и внимательно смотрели последние брифинги, я отмечал то, что среди представителей ФРС есть двое, кто против повышения ставки. Это Мейстер и Джукс. И, соответственно, Мейстер сейчас имеет уже другую позицию. На основании последних макроэкономических отчетов, вот то, что мы услышали от нее вчера, так это то, что ставки уместно и разумно повышать уже в декабре. То есть у нас фактическое большинство, все, можно сказать, голосующие члены, за то, чтобы анонсировать решение по нормализации денежных и рейтинговой политики и по росту косрочных процентных ставок. Это все у нас на декабрь уже совсем скоро, 14 декабря. Мы дождемся с вами этого решения. Интересно, где будет доллар против иены к этому событию. Я думаю, что в выше текущих значения, а уже попаду самого решения, мы получим с вами еще больший буст и ускоритель для воскресающего движения пары. Евро против американца. Здесь также можно много говорить. В частности, европейская валюта вчера окорректировалась. Немного отошла от локальных максимумов, которые были сфиксированы на отметке 1,0650. И если мы будем разбирать фундаментальную картину, которая сложилась на рынке, то был несколько важный отчет. Троничная продажа Германии, 5-месячный хай плюс 2,4 против прогноза 1%. И еще большее внимание, конечно же, вызвал индикатор по индексу потребительских центров, то есть уровень инфляции в рамках еврозоны. Вы знаете то, что именно эта статистика стала несколько лет назад определяющей, из-за которой Европейский Центральный Банк приступил к таким агрессивным мерам экономического стимулирования. Потому что угроза дефляции уже серьезно сказывалась на потребительской активности и на темпах экономического восстановления. ЕЦБ начал активно стимулировать этот показатель. И, несмотря на все стимулы, на текущий момент мы говорим все равно о очень скромных цифрах. Плюс 0,6% в годовом выражении это лучше, чем в прошлом году. Это даже лучше, чем за последние два года. И, конечно же, такая новость, такая статистика может оцениваться в позитивном ключе. Но я хочу сделать акцент на то, что даже несмотря на рост 0,6% индикатор все равно очень далеко от цели. В 2%. Поэтому мы с вами, проанализировав данные, все равно ждем заседания. Следующий четверг, 8 декабря, когда Европейский Центральный Банк, судя по вчерашним комментариям Драги, продлит действие программы количественного осмельчения за март 2017 года. И это позволяет нам настраиваться на то, что снижение евро продолжится, и евро окажется ниже отметки 1,05. И не забывайте также о том, что в воскресенье у нас конституционный референдум в Италии серьезный риск. Хотя, если оценивать негативные последствия и позитивные, и, может быть, даже нейтральные позиции, которые находятся между ними, сейчас рынок не старается спекулировать и не хочет даже на каком-то чрезмерном негативе. То есть, вероятность такого сценария низка. Но после того, как мы наблюдаем претворение в жизни самых невероятных сценариев, я считаю, что почему бы не предположить, что итальянский референдум пройдет таким образом, что с открытия в понедельник мы увидим чрезмерное давление на евро в несколько фигур. И это, конечно же, рисковый сценарий. Но для тех, кто любит, скажем, такие события, которые могут в моменте пройти таким движением, я вам советую сейчас присмотреться к возможности такого сценария и, может быть, даже попробовать искать на ослабление евро. Если сценарий, собственно, будет реализован, то есть, если давление на евро будет значительным, то есть, мы быстро пробьем поддержку 1.05 и такими стараниями сможем долететь хотя бы на импульсе чуть-чуть не до паритета. Даже несмотря на то, что кажется, исходя из последних трендов, что это маловероятно. Фунт все без изменений, канал консультации у нас сохраняется. Сегодня, в частности, отчет по производственной активности. Может быть, он станет стимулом для движения пар. Сегодня на азиатской сессии фунт подрастает. Возможно, закладывая, опять же, ожидание того, что из-за девальвации производители выигрывают, из-за роста экспорта. Поэтому сегодня возможность увидеть хороший отчет выше, чем плохой. Но, несмотря на это, я делаю ставку все-таки на риски Бреста, которые не отпускают фунт. Это очевидно. Поэтому жду все равно возобновления коррекции. Сегодня, завтра, на следующей неделе, но самое главное, нисходящее движение. Канадец очень интересным инструментом в рамках вчерашнего дня был. Мы связывали сразу то, что волатильность будет значительная по факту того, что ожидали. Примерно, как говорили, 10-процентный ход нефти. Но канадец вчера в плане динамики был абсолютно нелогичным инструментом. Мы увидели, как пара с минимальным значением ЛОВ 1.3350 USDK добралась до АХАИ 1.3450. И это тогда, когда нефть выросла на 10%. И когда вышли очень хорошие данные по ОВП Канады. В частности, канадский показатель экономического решения прибавил 3,5% со прошлого минус 1,3% в квартале значения. И сразу хочу отметить, что основной вклад в такую хорошую статистику внесло увеличение показателей экспорта углеводородов. Потому что все нефтикорбатывающие заводы, нефтяные терминалы находятся в боевом режиме. И сейчас, после того страшного патокризма природного, который произошел в летние периоды, пожары в Альберте, главном инвестиционном регионе Канады, сейчас последствия уже практически незаметные. Весь негатив преодолен. И ВВП уже не дисконтирует риски прошлого. То есть, прошлый как раз квартал позволил сейчас нам наблюдать такие показатели по ВВП, благодаря тому, что полностью налажена система экспорта. Но этот показатель не будет иметь тенденцию дальнейшего роста. То есть, это все придет, даже запредельное значение для Канады. Исходя из закрептовности потребителей, исходя из слабости рынка недвижимости, исходя из последних показателей вообще потребительской активности, и все еще присутствующего потенциала слабости нефти, не говоря уже о последствиях влияния на канадца, потенциальных пересмотров торгового соглашения НАПР из-за президента Трампа. Это, опять же, базисы, которые указывают на то, что пара будет находиться в восходящем движении. О чем мы с вами говорили. Поэтому цель просто с вами актуализируем сейчас. Хорошо, что канадец не позволил даже локальному позитиву повлиять на себя, потому что понимают, что доллар более серьезный и системный в плане движения восходящая активность. То есть, доллар будет влиять на канадца в первоочередном порядке, так же, как, собственно, и на другие рисковые инструменты. USDCAD у нас цель 1.36, на нее так же и ставим. Из других валютных активов все без изменений. Австралийц против доллара снижается. Хорошо, 0.7414 сейчас котировки. Новозеландец против доллара потерял больше АПО-фигуры с нашего вчерашнего с вами брифинга. 0.7095, жг. 0.70. Доллар франк 1.0150, евро свиси 1.0775. Вот единственное, что настроение подпортило от нефти, но я надеюсь, что восходящее движение доллара отчасти компенсировало этот негатив. И американец нам позволит заработать еще немало, до конца 2016 года. Очень хотелось бы мне сделать ставку сейчас на другие активы. Я снова повторяю то, что продолжаю сыграть от вас обратную связь по поводу тех инструментов, которые можно еще анализировать на перспективу, в дальнейшем добавить в наш ассортимент активов, на которые мы делаем ставку. Получил я обратную связь по американской фонде, по золоту. Мы начнем обращать на них внимание со следующей недели. И, возможно, несколько изменим структуру брифинга, потому что даже тех активов, которые мы сейчас анализируем, они у нас охватывают очень много времени. Может быть, будем на каких-то инструментах останавливаться, короче, чтобы охватить больше, скажем, больше спектра активов и вложить все-таки меньшее количество времени, которое я у вас занимаю каждое утро. Большое спасибо всем тем, кто преданно смотрит брифинги, поскольку информация, безусловно, прежде всего, для вас, и для того, чтобы вы были в курсе о всех основных фундаментальных событиях, которые спадываются на рынке. Но строить инвестиционные идеи только от фундамента, это неправильно. Я очень надеюсь, что у вас есть и техническая подкованность, и вы обращаете внимание на такое важное понятие, как психология трейдинга, и не забывайте про классические правила риска менеджмента. То есть, взвешивая все вот эти факторы, как раз и формируется то самое условие, которое позволяет с большей вероятностью заключать максимально привлекательные и прибыльные сделки. Из важных событий сегодняшнего дня, как уже отметил, в 12.30 производственная активность в Англии, ждем отчет, завтра поговорим. Не знаю, каким последствием приведет в динамике фунта против доллара этот отчет, но я надеюсь, что фунта вот-вот развернется. В 16.30 у нас классический отчет по заявкам и посреди по разработке, ждем, конечно же, хороших цифр снова. И в 18.00 еще два очень крутых релиза из США. Это индекс разгона инфляции и индекс производственной активности от АСМ. Поскольку мы уже имеем хороший фундамент, позволяющий нам накидывать немного, скажем, шансов на хорошие релизы уже в будущее, до конца 2016 года, я считаю то, что мы смело можем говорить о том, что статистика не разочарует, и доллар и японская иена получат также еще один дополнительный стимул для восходящего движения. Кодовое слово на сегодня фиаско. Привеличина бонуса от 14% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Если есть вопросы, можете задавать их на канале на YouTube и не забывайте ставить ваши лайки. Огромное всем спасибо за внимание. Хороших сегодняшней торговой сессии, прибыльной сессии и попутного проекта. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.